Доброго времени суток и хорошего настроения! Всем привет! Начиная играть в игру полигон, многие задаются вопросом, какое оружие покупать. Как известно изначально нам дается АК-47, следом идет винтовка М16 и с ними вроде бы все понятно. Но третий по счет идет марксманская винтовка М14, которая сразу привлекает к себе внимание своим уроном, который на данный момент самый большой в игре. При этом отсутствует автоматический режим стрельбы, магазин на 10 патронов, а точность так вообще оставляет желать лучшего, это если посмотреть на таблицу характеристик. Вот тут и начинает призадумываться о целесообразности покупки этого оружия. Однако, стоит понимать, что М14 это тактическое оружие поддержки, соответственно его характеристики вполне отвечают своим требованиям. Тактика работы с ним, не лезть на рожон и поддерживать союзников над дистанцией огнем, а для этого требуется нормальный прицел. На данный момент в игре с этой винтовкой совместимый голографический прицел и ACOG от английского Advanced Combat Optical Gunsight. В первом особого смысла нет, а вот со вторым игра становится интереснее. Кратность у ACOG конечно не особо большая, но уже позволяет отстреливать зазевавшихся бойцов с дистанцией, используя укрытие и рельефы местности. Добавьте к этому большой урон, малошумность выстрела и супер. Но! Но есть и свои минусы. В ближнем бою М14 будет проигрывать автоматическому оружию из-за отсутствия автоматического режима стрельбы и низкой точности с бедра. При этом прицелы ACOG на данный момент в игре имеют маленький обзор, что мешает стрельбе на ближней дистанции, когда противник не особо хочет стоять на месте, так как бы вам очень сильно хотелось бы. Коллиматорный прицел, к примеру, на порядок лучше будет в этом плане. Но разработчики уже анонсировали новый вариант, более удобный для глаз. Когда появится, посмотрим. Не забывайте то, что возможность установки данного прицела есть и у стартового калаша. Спрашивайте тогда, нафига эта винтовка нужна, если все клевые приблуды есть и у другого оружия. Нафига, я уже сказал в начале. Помогать союзникам убирать стрелков из укрытия, из балконов на средней дистанции. Но можно и на дальней попробовать. Не забывайте про малошумность. Не всегда после вашего выстрела будут сразу понимать, откуда стреляют. Соответственно, есть шанс добить или ретироваться в укрытии. Добавьте к этому урон на 40 и зачастую один выстрел будет решать исход ситуации. Да, кстати, винтовка, судя по ощущениям, тяжелая. Поэтому у меня есть некоторые неудобства в прицеливании. Сошка, как это в реальности может быть в игре, на данный момент не предусмотрена. Но если говорить в целом, как вывод, то все от вашей предрасположенности зависит. Нравится вам описана выше тактика игры и характеристики этой винтовки, то, соответственно, вам она придется по душе. Я к тому, что оружие вы подбираете под себя. Соответственно, вам решать, покупать или нет. Я покупаю, потому что уверен в том, что наверняка будет очередной вайб и, наверное, даже не один. Все-таки игра на стадии разработки и до релиза, как мухи до солнца. А к тому времени могут произойти различные правки оружия, которые будут отличаться от того, что есть сейчас в игре полигон. Соответственно, я сейчас ничего не теряю, а лишь собираю информацию для себя и делюсь время от времени с вами. Что касаемо винтовки, то она мне нравится, хотя временами надоедает, и я меняю ее на другое оружие. Ну а вы можете описать свои впечатления в комментариях, если играете с М-14. А на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова